Дорогие друзья, здравствуйте! У нас на календаре 28 марта. Март уже завершается, весна в самом разгаре. И сегодня мы будем говорить о стране, которая, в общем, никогда не находилась особенно в тени. Всегда про эту страну говорили, знали, любили и покупатели недвижимости в значительной степени. И по статистике ПриАН в прошлом году у русскоязычной аудитории, она вообще была второй по востребованности, как ни удивительно, после Турции. И эта страна Черногория, такая маленькая и такая безумно красивая, и о ней, ее недвижимости в Черногории мы сегодня будем говорить. Говорить мы будем со Светланой Томпсон. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте, Филипп, и очень рада приветствовать всех зрителей нашего вебинара. Тут история такая. Мы с Светланой проводили уже не один, не два, не три вебинара, и по Черногории в частности, но по Черногории не говорили довольно давно. А тут еще такая история. Светлана представляет сейчас компанию Solent, о которой тоже известно не очень много, потому что это компания новая на рынке. Светлана, буквально несколько слов о том, что вы за компания, как вы работаете, и потом уже будем переходить к черногорской тематике по поводу. Да, с удовольствием. Я сейчас представляю компанию Solent. Компания базируется и основана в Дубае. У нас большая команда профессионалов в сфере недвижимости и миграционных программ, и вся наша команда имеет достаточно большой опыт в сфере зарубежной недвижимости. В частности, я работаю в зарубежной недвижимости уже более 15 лет, ну и большинство членов нашей команды тоже имеет достаточно большой опыт. Мы предлагаем нашим клиентам недвижимость в разных странах, таких как ближневосточные страны, это Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар. Это, конечно же, Объединенные Арабские Эмираты, это Юго-Восточная Азия, это сейчас очень популярный Бали остров, Таиланд. И, естественно, конечно же, куда без европейских направлений. Это Кипр, Черногория, Турция, Греция и так далее. Ну и сегодня, конечно, я как руководитель направления Черногория буду рада вам рассказать все, что я знаю. Тем более, я там какой-то период времени прожила. Ну, я хочу напомнить, что у нас работает чат, и вы можете задавать вопросы в чате. Контакты компании Solant на всякий случай мы тоже сейчас в чате опубликуем. Задавайте, пожалуйста, вопросы по Черногории, постараемся на все ответить. Светлан, ну, с одной стороны, страна вроде как уже не представляет никакой тайны, да, про Черногорию многие знают, да. Но, тем не менее, всегда хочется немножечко начать, может быть, с чистого листа. Давайте представим, что не все наши служители знают про Черногорию, и предположим, что кто-то не знает вообще ничего. Итак, Черногория, что, где, как и почему. И, если что, я могу включать презентацию, Коля. Да, мы можем поставить презентацию, можно показать какие-то фотографии. Черногория – это очень, она очень крошечная, можно сказать, страна. Территория ее всего лишь чуть больше 13 тысяч километров, квадратных километров. Население там 631 тысяча человек. То есть, по сути, если сравнивать, то это, может быть, как в нашем Ярославле, да. Но, тем не менее, на вот это вот маленькое такое количество территории приходится просто, знаете, какое-то невероятно большое количество, я не знаю, каких-то там природных заповедников, парков, каких-то безумных красот. Это, конечно же, прекрасные пляжи, это какой-то безумной, просто нереальной красоты море. И я не знаю, многие знают или нет, но Черногория – это не только морское побережье и морские курорты, но это еще и горнолыжные курорты. Это национальные парки, это несколько объектов под охраной ЮНЕСКО. И озера – это можно, мне кажется, перечислять все, монастыри, средневековые города. Да, это просто нужно поехать туда, увидеть. И, кроме всего, вот мы сейчас видим, кстати, в Черногории находится самый глубокий каньон в Европе и второй по глубине после Гранд Каньона в США. Вот мы как раз видим, это каньон реки Тара. И, на самом деле, мне кажется, там, я не знаю, сколько времени нужно, чтобы просто проехать, просмотреть все эти красоты. Очень много православных монастырей. Самый известный – это монастырь Острог, который находится высоко в горах и высечен прямо в скалах. И это прямо такая считается главной святыней Черногории. Вот. Поэтому, почему Черногория, да, почему покупают, скажем, в Черногории, да, потому что в Черногории очень мягкий, хороший климат, там хорошая погода и там, если можно, перелеснуть, Филипп, чуть-чуть. Да, давайте. И хорошая погода, мягкий климат. Если мы говорим про русских, почему они, да, покупают, если можно, там, чуть-чуть еще вперед пролистать. Давайте. То здесь у нас, кстати, показано авиасообщение, да, морское сообщение. Морское сообщение, да. То есть, у него очень выгодное расположение практически в самом центре Европы. И там можно взять, я не знаю, машину, поехать до границы с Боснией, это там, смотря из какой точки, там, в пределах, там, получаса, это Хорватия. Причем Босния, ну, хоть так близко, что, ну, вот я когда там жила, мы просто ездили туда на обед, просто пообедать. И там тоже такая, уже вроде как будто бы оно все одинаковое, но как будто какой-то такой уже, там, чуть-чуть другая природа. И, ну, вообще, все такое аутентичное. В Хорватии также расположено очень близко. И, кстати, один из аэропортов, который в Черногории, да, тоже доступен, это аэропорт Дубровника, из которого летает гораздо больше рейсов. В Черногории два аэропорта, это Подгорица в столице и в Тилосе. Это все международные аэропорты, и на сезон там открывается большое количество рейсов. Вот, Светлана, не могу, знаете, не спросить, мы сейчас уже перейдем к недвижимости, дорогие друзья, разумеется, потому что это главная тема. Но просто уж раз вы говорите, как человек в Черногорию влюбленный, буквально такой, наверное, не совсем честный вопрос. Ваше любимое место в Черногории не с точки зрения, не как у риэлтора, а как у человека, когда я там прожил просто. Ну, это вы имеете город или... Не важно, вот неважно, вот просто точку, предположим, у вас есть только одна. Вы знаете, я очень люблю, правда люблю монастырь Остров, я туда как-то так очень часто езжу, причем там такая какая-то атмосфера нереальная, невозможно просто передать. А так очень люблю горы, очень люблю ездить в горы, и из городов, я не знаю, у меня, наверное, несколько любимых городов, я могу сказать, что здесь плюсы и минусы, да. Вопросы, которые вы не ответили, ну, может, если вдруг по ходу диалогу поймете. Знаете, Филипп, я вас приглашаю летом в Черногорию, когда вы посетите, и с такого многообразия будет очень сложно выбрать какое-то одно любимое место. Соглашусь. Хорошо, давайте перейдем к недвижимости, вообще, что сейчас происходит на рынке Черногории, какой он, с каким рынком работаете вы, давайте несколько слов об этом и о той статистике, которую я знаю, вы приготовили к нашему вебинару, для понимания, собственно, ситуации, что надо... Да, смотрите, что касается рынка Черногории, то он, конечно, сейчас находится на подъем. Началось это, рынок недвижимости, я имею в виду, началось это, наверное, еще несколько лет назад, как вы уже помянули, да, паспортную программу, с помощью которой правительство планировало как раз-таки развивать курорты. Большей частью, конечно, они развивали северные курорты, потому что там были одобренные проекты, на юге было меньше одобренных проектов, и на севере было побольше. И как раз-таки север, он и нуждался в развитии, потому что, ну, там тоже там очень красивая природа, горнолыжные трассы, и сейчас вот с приходом той как раз-таки программы, да, которая, к сожалению, сейчас закрыта, развивался север, увеличивались горнолыжные трассы, развивалась вся инфраструктура, и, естественно, застраивался север различными отелями, в том числе сетевыми отелями. И, естественно, возле, где отели, есть приток клиентов, и, соответственно, частная недвижимость там тоже пользуется спросом. И в прошлом году рынок продемонстрировал нам также такой стабильный рост и устойчивость, потому что, если мы возьмем, допустим, статистики и цифры Центробанка Черногории, да, то средний годовой приток иностранных инвестиций в страну в 2021 году достиг 920 миллионов евро и увеличился до очень более миллиарда евро в 2022 году. Из них 448 миллионов евро было как раз-таки инвестировано в недвижимость Черногории, то есть иностранного капитала. В прошлом году, в 2023 году, общее количество инвестиций немножечко сократилось, было 857 миллионов евро, но, тем не менее, если мы возьмем отрезок такой именно по недвижимости, то там было увеличение на 3%. И было куплено недвижимости иностранцами в стране на сумму 463 миллиона евро. И если мы откроем диаграмму, да, посмотрим... А какую, скажите, куда листнуть, я все сделаю. Где-то врань. Мишка, смотри, это вот, да. И, нет, вот, да, вот здесь как раз. Мы видим, что россияне, российские покупатели, они как раз-таки внесли очень большой вклад в покупку недвижимости Черногории. Они заняли второе место по инвестициям именно в недвижимость после серба. На третьем месте, как мы видим, граждане Германии, на четвертом месте Турции и на пятом месте граждане США. И, как бы, как многим не казалось, да, что Черногории интересно, наверное, только в основном, да, гражданам полсоветского какого-то пространства. Мы видим, что сейчас все больше и больше таких даже европейских граждан, которые приезжают, влюбляются и хотят приобретать, да, недвижимость. И, скажем, вот эта вот пятерка стран, там, вот, Сербии до США, они внесли, в общем, 60% эти покупки составили от всех инвестиций. Вот, и... Я попрошу вас, знаете, что вот предыдущий еще слайд прокомментировать, насколько я понимаю, это как раз рост цен, вот эта динамика. Ну, программы гражданства уже нет, и, в общем, соответственно, этого фактора, соответственно, тоже нет. А там, насколько я помню, там 250-400 тысяч, да, то есть, как бы, были пороги входа в зависимости от региона. То есть, сейчас вот эти цифры, какие они, прокомментируйте их, пожалуйста. Ну, смотрите, в среднем недвижимость Черногории, наверное, с каждым годом растет примерно на 8-10% в год. В прошлом году такой средний показатель составил 9,1%. Если мы говорим о каких-то премиальных проектах, то рост цен достигает где-то 10-15% в год. Вот чем это вызвано, да, то есть, во-первых, естественно, это то, что количество земли, ну, в каких-то таких выгодных очень локациях, да, если, например, возьмем там даже морские, да, фурорты, оно ограничено. Если мы смотрим, например, землю в районе Бока-Которского залива, да, то там чуть больше 100 километров земли именно на первой линии, да, на побережье. Поэтому оно, в общем-то, каждый уже новый такой кусок земли, оно, он, как бы, прирастает, да. Самая главная, конечно же, причина, это, естественно, рост спроса, рост туризма, потому что, скажем, за прошлый год Черногорию посетило 1,2 миллиона туристов, и это уже на 23% больше, чем в предыдущем году. Поэтому, естественно, здесь приток туризма и спрос, естественно, на покупку, да. Дальше, рост также обусловлен тем, что все-таки с каждым, скажем, новым проектом, да, улучшается, например, качество, да, потому что, ну, мы все там, прогресс у нас не стоит на месте, да, все улучшается. И, естественно, привлекаются какие-то известные мировые дизайнерские бюро, архитектурные бюро, строительные материалы завозятся, импортные и так далее. И, естественно, улучшается инфраструктура. И поэтому, вот, скажем, одни из немногих, плюс ко всему еще сама Черногория, она сейчас активно очень вкладывается в развитие инфраструктуры. Это дорожные, это железные дороги, это модернизация аэропортов. То есть это делается все для улучшения качества жизни тех, кто там живет и туристов в том числе. Скажите, пожалуйста, значит, ну вот вы прогрессировали цифры, да, вот эти 9-10-15, я вот здесь со своей стороны пару слов буквально скажу. Мы, ну, тоже же подводим и следим, вернее, с регулярной черногорской статистикой. Объективно говоря, Черногория, этого, я думаю, тоже отрицать не можете, это страна такая очень плавная, очень неторопливая. Абсолютно, все палака. Все палака, да, и со статистикой у них тоже очень занятные истории происходят. Например, я специально поднял последние данные, там была цифра такая, средняя цена новостроек в стране увеличилась, они назвали за год цифру в 30%. Я когда ее услышал, но при этом я знаю, что о черногорце, там очень какая-то специфическая система подсчетов, действительно специфическая, потому что, при том, что средние цены, это именно те, которые вы, Светлана, назвали, что они подразумевают под стоимостью новостроек, вот для меня вообще большая загадка, и как они это считают. Но вот цифра официальная, которая там Черногорским статистическим ведомством Монстат была опубликована, я увидел цифру 30. Ну, честно скажу, вот ваши цифры, мне кажется, более справедливые и более логичные, то есть 9 и 10-15 престижных проектов. В чем тут дело, уж не знаю. Ну, смотрите, вполне возможно, потому что, ну, может быть, там не совсем 30, но я скажу, потому что, допустим, когда строится какой-то новый элитный такой комплекс, да, я уже говорила, да, что там привлекаются какие-то мировые имена и так далее, да, и, естественно, что я потом дальше буду рассказывать, и будет, может, немножечко более понятно, да, когда мы приступим к каким-то конкретным проектам, да. И, естественно, то есть, может быть, это новостройка в том плане, что он уже немножко на более другого уровня, хотя казалось бы, да, то есть сейчас нужно сказать, это, знаете, как уже она становится таким курортом мирового класса, да, то есть сейчас заходят туда очень известные цепочки отелей, да, это One and Only, это Rixos, это Pullman, это Malin Peak, ну, Origin, понятно, да, он есть, и там еще один отель сейчас заходит, про который тоже я расскажу, плюс также есть сейчас там, как бы, сетевые рестораны, бич-клубы, то есть это Nike Beach, это ресторан Mayabay, это Budabar, и, как бы, инфраструктура увеличивается, то есть они привлекают уже, скажем так, туристов другого уровня, да, то есть они уже выходят немножко, ну, как бы, скажем, на уровень выше. Ну, то есть вот эта статистика, она частично может быть связана даже не столько с удорожанием конкретных объектов, а просто еще и с тем, что новые объекты, которые строятся, они строятся более высокого качества, более высокой цены, и, соответственно, ну, это тоже статистика такой платный. И это тоже, и я могу сказать, что если, допустим, брать за два года в некоторых районах, вот, сравнивала некоторые объекты, ну, действительно, то есть, особенно если на первой линии, как я говорила, да, первая линия там, все, что касается, все, что находится у моря, все ограничено, и, может быть, действительно, плюс-минус на такое количество повышалась цена. Не знаю, насколько это в год, но вот за пару лет это точно происходит. Это пару лет больше. Сейчас в Черногории очень сильно растут, и это, кстати, дает такой, знаете, как сказать, возможность, да, для инвестиций, потому что, скажем, если раньше мы говорили, что средняя, допустим, доходность, да, ну, как всегда по Европе, это 4-5-6 процента, то за прошлый год Черногория нам показала, в принципе, 6-8 процентов годовых. Вы имеете, за счет роста цены, в том числе, за счет аренды, да, потому что, ну, в Черногории сейчас нехватка, скажем так, жилья, элитного жилья, жилья хорошего качества, сейчас много проектов, они настраиваются, конечно, это все впереди, и поэтому сейчас у инвесторов, у них есть такая возможность инвестировать, во-первых, это будет прирост капитала к концу строительства, да, очень хорошая цифра, и плюс, когда это будет проект завершен, это будет очень хорошая доходность. Хорошо. Скажите, такой четкий момент, может быть, с него даже, знаете, нужно было начать, сейчас практически все вы, беда, раз такого вопроса надо начинать, когда мы говорим о недвижимости и конкретной стране, а зачем, зачем сейчас покупать недвижимость в Черногории? Кому это может быть интересно, и что Черногория, на ваш взгляд, может дать такого, что какая-то другая страна может и не даст, или, по крайней мере, Черногория в этом вопросе будет конкурировать? Ну, смотрите, мы, наверное, я выделю три основные типа покупателя, да, первый – это инвестиции, как, скажем так, второй дом, holiday home, да, вроде как дача такая на море, второй тип клиентов, которые покупают для себя, для переезда, и третий тип клиентов – это которые инвесторы, то есть они просто покупают, и она им приносит доход. Во-первых, все-таки инвестиции в Европу – это сохранение капитала, да, Европа, понятно, как ни крути, да, может быть, есть какие-то азиатские страны, которые дают очень большой доход, да, такой временный, это, да, сейчас такой отрезок времени, просто выгодный, да, но, тем не менее, Европа – Европа. И не будем забывать, что по планам в 2025 году Черногория планирует вступить в Евросоюз. Конечно, сейчас вроде бы… Да, Европа, да, никто не знает. Нет, правительство уже объявило, что это будет, скорее всего, 2027 год, но они сейчас как бы на очереди страна номер один. Просто на самом деле здесь вопрос стоит в чем? Что не то, что там, скажем, кто-то не берет или еще что-то, да, просто для того, чтобы вступить в Евросоюз, они должны выполнить ряд требований. На момент, может быть, я не знаю, несколько лет назад там было, по-моему, порядка 80. То есть там нужно изменить законодательство, инфраструктуру, дорожную и так далее. И это все такой, скажем, небыстрый процесс, да, поэтому вот когда все эти пункты будут выполнены, тогда она и войдет. Вот, и скажем, если мы говорим про вот эти три основные типа покупателя, да, то здесь каждый, наверное, для себя найдет то, что нужно, да. То есть если это как второй дом, то это, естественно, это пляжи, это какие-то красоты, да. Это, опять-таки, если эта семья с детьми приезжает, да, то есть опять выбираете курорт, который подходит, да, там, больше с детками там или что-то. Или там, например, если нужны какие-то там тусовки, да, как я уже сказала, то есть это у нас там, не у нас там в Черногории, да, то есть есть вот эти вот современные бич-клубы и так далее. Если, например, семья выбирает Черногорию для переезда, то это так же, как я уже сказала, да, то есть здесь очень выгодное положение, да, это материк, это центр Европы, да, и на машине можно проехать абсолютно везде, да, то есть и до Италии, и куда угодно. До Сербии, до Белграда летит всего лишь 40 минут, и авиасообщение очень развито, особенно в СИЗО. Что тоже очень важно, если семья собирается, планирует переезд, то это, конечно же, наличие школ. Потому что в Черногории сейчас есть и русские школы, и британские школы, и американские, есть насульская школа, и некоторые русские детки, я знаю, у некоторых семей ходят даже в черногорские школы. То есть есть очень много возможностей для обучения, да, ну, то же самое мы говорим про международные детские сады, кружки какие-то, секции спортивные для детей и так далее, и так далее. И плюс, наверное, самое главное, что в Черногории нет языкового барьера практически, да, потому что если мы берем, например, какое-то старшее поколение, то большинство из них разговаривает на русском языке. Нет. И там, если кто-то не разговаривает, то все равно наши языки чуть-чуточку похожи, да, они принадлежат к одной славянской группе. Конечно, есть... А проще, чем, да, какие-то знакомые слова понять можно, это без спорта. Ну, да, 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 скажем, это не турецкий язык, да. Плюс ко всему, это одна религия, это тоже очень важно, да, плюс минус одинаковый менталитет. И очень большое русскоговорящее сообщество. Поэтому там, скажем, русскую речь можно услышать просто на каждом шагу и прожить там, ну, в общей сложности, в совокупности почти полтора года. Мне иногда, знаете, казалось, что, ну, вот у меня практически все общение на русском языке, то есть и там ходишь в салоны красоты, которые там русскоговорящие и так далее, да. То есть, как бы, это все очень, все равно очень важно, потому что, как ни крути, как-то ты там объединяешься в другой стране со своими, как правило. И когда ты приезжаешь туда, и это чужая страна, это очень важно попасть в такую среду, где будешь чувствовать себя комфортно и где, ну, какую-то, по крайней мере, можно будет получить там помощь, совет и так далее. Возвращаясь к теме недвижимости, вот задали вопрос. Сергей, я ваш вопрос видел, обязательно тоже зададим чуть позже. Но тут просто, вы сказали о приросте капитала. Естественно, когда речь за какой-то приросте капитала, сразу хочется конкретную цифру, ну, или, по крайней мере, примерную. Вот опыт Черногории, насколько дорожает объект по ходу строительства, опыт тех проектов, ну, про которые мы будем говорить сегодня, про которые вы будете рассказывать. На что здесь можно рассчитывать? Ну, смотрите, наверное, средняя цифра, когда можно говорить, что, наверное, на 30% точно. Но это также идет от проекта к проекту, да. И есть определенные этапы строительства, да, когда застройщик сам повышает цены. Ну, и, естественно, рост недвижимости, который так или иначе сам по себе происходит. Вы сказали про строительство, что не хватает, да, не хватает, особенно, в первую очередь, качественного жилья, жилья высокого уровня под туристов, под сдачу и так далее. Ну, вот, опять же, понятно, что параметры элитности у каждого свои, но вот сколько сейчас строят? Вот вы сколько предлагаете? Вы сами же не строите, вы сами просто следите. Таких проектов 5, 10, 15, 50, которые прямо вот тут вау, одновременно. Ну, смотрите, на самом деле в Черногории, как я уже сказала, да, сейчас улучшается и качество строительства, и появляются интересные проекты. Просто сегодня я затрону, наверное, такие проекты, которые действительно, можно сказать, они знаковые, такая визитная карточка Черногории, да, и которые, ну, вот такие, можно сказать, самые-самые элитные. Смотрите, а может быть, мы сейчас тогда давайте так поступим, может быть, тогда сейчас их посмотрим? Давайте, конечно. А потом уже перейдем тогда вот к истории, связанной с доходом, и вы еще подарок обещали. Да, да, у нас будет подарок, и я об этом в конце скажу. Еще подарок, видите, ну, не мне, к сожалению, но тем не менее. Если вы приобретите недвижимость, вам тоже, Филипп. Хорошо, так, ну, про регионы поговорим чуть позже, давайте вот про недвижимость. Вот просто несколько проектов, а что это такое? И сразу как раз получается и про доходность тоже. Да, первый проект, он находится в Будве, Будва, это самый такой популярный, чуть-чуть забегу, да, пока мы не начали говорить про регионы. Ну, наверное, все знают, Будва, это самый популярный такой круглогодичный город, и русские школы, и международные школы, и так далее. И он очень много недвижимости там, и большой выбор, большой выбор аренды, и, естественно, большой спрос, так как Будва живет всегда. Но если мы говорим, скажем, про вот этот проект Гукли Гарденс, да, то, наверное, очень многие его видели, да, вот этот вот очень красивый проект, который занимает территорию 45 тысяч квадратных метров, который вот так просто окружает весь клифф, да, вот этот вот очень хорошая территория. И самое главное, что здесь концепция такого города в городе, то есть здесь собственная международная школа, здесь собственный международный детский сад, детский клуб, спа-тренажерный зал, это понятно, театр для детей и взрослых, есть собственная стоматологическая клиника, есть клиника даже эстетической хирургии, 6 ресторанов, 3 пляжа, и, в общем-то, независимая инфраструктура. И самое главное, то есть, да, здесь можно приобрести недвижимость от 900 тысяч евро, причем за эти деньги можно взять апартаменты с одной спальней, но это будет с панорамным видом на море, либо с двумя спальнями за те же самые 900 тысяч евро, но уже с видом на сад. И за старый скелопер. То, что вы здесь написали про гарантированную доходность, несколько слов можно об этом, кто ее гарантирует и какие есть условия. Когда такие цифры называют, ну, для Европы 6% эта цифра очень неплохая, всегда есть такое ощущение, что я покупаю и там сам не живу. Несколько слов об этом можно? Ну, как правило, так и есть, да. То есть, девелопер дает гарантированную доходность в размере 6% годовых. Естественно, когда есть гарантированная доходность, то есть, по этому договору собственник может приезжать отдыхать в свое жилье примерно где-то, по-моему, один месяц в году и вне сезона. Вот. Ну, здесь, по сути, нужно просто понимать, для чего это недвижимость. То есть, если это просто вы не планируете купить и ни разу туда не приехать, то почему бы и нет? Гарантированно 6%. Но это, скорее, тогда уже не дальняя дача. Это уже не дальняя дача, да, да, да. То есть, ну, как бы, если есть гарантированный доход, то это уже понятно, что это для инвестиций в основном приобретается. Единственное, тогда еще просто хочу один момент уточнить. Я правильно понимаю, что это апартаменты, обликс апартаментов? Это апартаменты, да. Апартаменты, окей. Давайте смотреть дальше. Ну, а вот, собственно, да, проект сверху. Да, вот так выглядит этот проект. Очень красиво. Это Буганская ривьера. Как мы видим, это шикарное море и шикарный проект. Следующий проект от этого же девелопера расположен в Тивоте, в порте Монтенегро. Рядышком со всем. Ну, в порте Монтенегро знают все, естественно. Да, это такой центр притяжения Тивота. Да, и даже, наверное, вообще всей Черногории. Вот, проект будет закончен в конце 2026 года. Будет состоять из трех блоков. И как мы видим здесь на вот этом рендере, да, то есть два блока, они будут соединены таким парящим панорамным бассейном. Будет очень красиво. Также будут рестораны, прогулочные зоны и так далее. В этом проекте также, кстати, нужно сказать еще тоже важный момент. Это будет касаться всех проектов. Во всех проектов абсолютно у всех девелоперов есть беспроцентная рассрочка до конца строительства. И здесь в этих проектов у нас есть, можно получить кредит от банка-партнера. И, ну, по расчетам, наверное, уже будем останавливаться дальше, да. Но, тем не менее, возможно и оплата в рублях, и в криптовалюте, и так далее. И на этот проект также есть гарантированная доходность в размере 6%, как раз когда уже проект будет сдан. Уточнить, я правильно понимаю, что поскольку речь идет о гарантированном доходе, с некоторой вероятностью, ну, или со стопроцентной вероятностью, весь, вся обстановка, она просто включена в стоимость, она вот такая и другой быть не может. Ну, то есть проект, по сути, работает как отель. Или это здесь хозяин решает сам? Ну, смотрите, пакет мебели необходимо будет покупать, естественно, если будет сдаваться под гарантированную доходность. Но это не отельные апартаменты, поэтому здесь нет какой-то стандартной меблировки, которая прям необходима. И хотела бы перейти к третьему проекту, тоже очень интересный, от этого же девайтера, от Букли. Он расположен на южном склоне Горобеласица, как раз-таки на севере в Калашине, да, про который мы сегодня говорили. И в запланетной зоне национального парка Биоградского гора. Нужно сказать, что национальный парк Биоградского гора – это самый древний и один из самых крупных национальных парков Черногории. Там есть очень редкие виды птиц, животных и так далее. И вот этот проект, он расположен просто в окружении хвойных лесов. Как мы видим, он встроен в такую вот природу, да. И я тоже очень важный момент про север в Черногории, да. Многие думают, что север – это вот короткий сезон, катальный там, и все, да. Больше как бы она сдаваться не будет. Как раз-таки наоборот. Летом северные регионы в Черногории пользуются не меньшим, если не большим спросом, да. Потому что, ну, действительно, сезон катания, он не такой длинный, хотя в Калашине он побольше. Потому что Калашин окружен горами, там такой свой микроклимат. Но... Ну, в Чернбеле, это сколько? Ну, там, три месяца, четыре? Ну, по-вашему, вы там жили, сказать, можно. Знаете как? Вот, например, я вспоминаю 2021 год. Вот, во всех курортах выпало до полутора метров осадков. Вот этой зимой снега было очень-очень мало. Поэтому здесь год на год не приходится, но если мы берем в среднем, то это где-то с ноября по апрель. Вот такой вот. А летом, когда на побережье очень жарко, очень многие уезжают своими семьями в горы погулять, подышать воздухом. Там, конечно, температура пониже и комфортный воздух. Вот, перейдем к следующему тогда проекту. А, и еще тоже важный момент. На этот проект доходность 8%. Тоже гарантированная. И тоже гарантированная? Тоже гарантированная, да. А вот здесь с проживанием, учитывая, что проект в горах, ты сам-то жить когда можешь? Точно так же, один месяц вне сезона. А что здесь является, что они считают данным условием? Это весна и осень, как правило. А, весна и осень, понятно. Да, следующий проект. Следующий проект, это просто будет самый элитный проект Черногории, который только может быть. Это от порта Монтенегро. Новая фаза называется Синхром. Состоит из нескольких жилых зданий. Причем территория у них достаточно большая. Она больше, чем, скажем, южная деревня, которая сейчас в порте Монтенегро существует. Но по номерному фонду, по количеству апартаментов меньше. То есть это значит, что очень большая площадь апартаментов и так далее. Еще очень важный момент, что у этого проекта, наконец-то, будет собственный пляж. Порта Монтенегро. И это тоже очень-очень важно. Здесь, скажем так, это очень дорого, это очень круто. И здесь дорогой этот проект и за счет того, что здесь приглашались британские архитектурные бюро, британские дизайнерские бюро. Здесь высочайшие технологии строительства. То есть здание построено с учетом сейсмического вот этого момента. И оно будет выдерживать до 8,5% господи баллов. И самое главное, на территории этого, скажем, проекта будет расположен пятизвездочный отель Rare Pines. Он принадлежит отельной группе Керзнер. Наверное, очень многие знают, что отельной группе Керзнер принадлежат такие отели, как One & Only цепочка. Здесь в Дубае Atlantis The Royal, Atlantis The Palm. Поэтому мы уже прекрасно понимаем, какого уровня это будет обслуживание и какого уровня будет вся недвижимость. Это будет такая же концепция, так же город в городе. Там будут сетевые известные рестораны, о них пока девелоперы умалчивают, это будет... Все известно к завершению строительства, так же будут модные бутики и так далее. Ну и вообще, скажем так, если говорить о престиже, об элитности, то адрес Порта Монтенегро сейчас – это самый дорогой адрес в Черногории. И еще раз повторюсь, это трофейная недвижимость, но тем не менее, естественно, так же будет сдаваться, пользоваться спросом и так далее. И еще тоже, да, если мы говорим, кстати, про элитные проекты, и, коли мы затронули Порта Монтенегро, да, то, скажем так, элитные, да, вот задавали мне вопрос как раз про элитные проекты. Это не просто, это не только качество, да, это еще и инфраструктура. Так вот, эти проекты, они задают, скажем так, тон даже близлежащим проектам, да, и недвижимость, которая уже там строится или построилась, да, вокруг, она тоже всегда пользуется спросом, потому что, как ни крути, это центральная такая инфраструктура, да, скажем, в Путве, здесь, в Порта Монтенегро, в Тивоте, да, и так далее. Давайте, значит, еще кратенько, буквально, у нас еще два проекта есть, и потом перейдем уже к вопросам, связанным с оплатой сделки, с доходностью и с обслуживанием, с открытием счетов, с обслуживанием их, вот эти вопросы, которые тоже многих интересовали. Наталья, про районы обязательно поговорим, и Светлана обязательно про районы расскажет, спасибо за вопрос, вопрос вижу. Так, идем дальше. Порта Новый. Проект у нас находится в Герцег-Нове, он расположен прямо как раз-таки на входе в Бого-Катурскую бухту, если мы смотрим с Большого, с открытого моря. Изюминка этого проекта – это отель One and Only, первый, пока единственный в Европе. Здесь есть тоже вилы-апартаменты и яхт-марина, собственно. Проект плюс его, то, что он уже полностью готов, можно, есть меблированные апартаменты и есть немеблированные, то есть где вы можете там свою фантазию подключить. Вот, этот проект идеально подойдет для семьи с детьми, потому что он расположен в Герцег-Нове, это такой очень тихий, спокойный курорт, никаких тусовок, очень зелененький и так далее. И еще один проект, про который я хотела бы сказать, это Луштица-Бэй, я думаю, что очень многие знают этот проект, кто-то приезжал в Черногорию, кто-то посещал. Огромная территория земли, огромные стройки, новые фазы и самое главное, здесь тоже своя яхт-марина есть. Открытое море и рестораны, пляжи планируются через несколько лет, они планируют открыть собственную школу и больницу и сейчас, скажем так, изюминка этого проекта, это то, что там сейчас строится Вольф-Поле. Это будет профессиональное 18-луночное поле, две лунки будут открыты уже в конце этого года и полностью Вольф-Поле, там еще 9 лунок открывается в 2026 году и в 2028 году откроется полностью Вольф-Курорт. Естественно, что это приток совершенно другого уровня уже, скажем так, туристов, это увеличивает сезонность и так далее. Скажите, Светлана, вы показали несколько проектов, некоторые, например, просто работая с зарубежной недвижимостью, они что-то называются на слуху, они уже не первый год, они слышны, но их вы назвали вот шесть сейчас, приготовили для нашего вебинара. А вот реально, исходя из того, с кем вы работаете, их еще больше, вот есть какие-то одиночные здания или вы все-таки стремитесь больше работать с проектами, которые такие, знаете, масштабные застройки комплексного развития территории, то, что называется? Нет, нет, конечно, мы работаем с очень многими проектами, просто так как мы ограничены во времени, невозможно включить ни в презентацию, ни в сегодняшний вебинар, а показать все проекты. На самом деле, мои контакты указаны, я буду очень рада и предложить на ваш, под ваш запрос, под ваш бюджет. Мы обязательно что-то подберем, абсолютно разные цены в Черногории, можно купить что-то там от 200-300 тысяч евро, да, до, ну, в случае Черногории, это так, что там уже до плюсов бесконечности, да, до нескольких миллионов евро. Поэтому не только эти проекты. Здесь я показала, наверное, такие самые знаковые проекты, потому что те, кто хотя бы однажды были в Черногории, эти проекты, они видны, они знакомы. И, допустим, здесь, скажем, если мы смотрим эти проекты, то это, скажем, мы можем уже понимать, что это будет, да, например, у этого застройщика вот уже построен проект, мы уже прекрасно, мы уже можем, да, понимать, какой будет следующий, да, проект, то есть он будет только лучше, лучше, лучше. Контакты хотел бы попросить, чтобы Светланы опубликовали, а мои коллеги взяли, это уже и опубликовали, так что. Светлана Томпсон, компания Solon. Светлана, давайте тогда два следующих блока таких основных, которые у нас остались. Первый, все-таки вот по регионам, и Наталья вот тоже вопрос задала, может быть, от ее вопроса тогда мы оттолкнемся. Она спрашивала конкретно по региону Доброй Воды и про рампионы, которые, ну, если про из тех районов, насколько вы знаете, Черногорию, где можно заниматься больше научной серверской деятельностью. То есть понятно, что курортная история – это одна, вот что бы вы могли порекомендовать. И, соответственно, несколько слов о главных курортных районах, которые вы хотели бы выделить. Ну, Доброго Вода, да, это как для себя. По поводу научно-исследовательской деятельности я не совсем понимаю, что это значит. Это будет исследование побережья или это будет… Я предполагаю, научные центры Черногории, это где я, вот это куда надо ехать. Если я правильно понял вопрос, если что, Наталья, уточните. Да, если можно уточнить вопрос, потому что, ну, по большому счету, если мы возьмем главную там столицу, подборицу, да, там, конечно, находятся какие-то институты и так далее, самый крупный город, естественно. Поэтому, ну, он находится на побережье, естественно. Регион Доброго Вода, буквально пару слов еще, чтобы я бы сказал. То есть, как бы вы, это регион, скорее, для собственного проживания, это не инвестиционная, скорее, история, по вашему счету. Вы знаете, я… там нету таких, вот, скажем так, громких элитных проектов. Это тихий, спокойный регион, да, для собственного проживания. Но, тем не менее, он также пользуется… Насколько он цивилизован? Еще раз. Насколько он цивилизован? То есть, ну, вот, опять же, про Черногорию, сам вот, увы, не был, сказать ничего не могу. Но вот я, например, очень часто слышу такое мнение, что Черногория все-таки это курортное направление в том смысле, что вот там-то как раз в большинстве мест, когда заканчивается курортный сезон, жизнь не то, что замирает, но становится абсолютно неинтересной, не такой… Вот, что вы на этом… Ну, смотрите, наверное, это касается большинства курортов, да. То есть, скажем так, все регионы, все районы Черногории, они плюс-минус похожи, да. И поэтому, скажем, элитным и развитым его делают как раз-таки вот такие вот громкие проекты, да, которые уже привлекают, скажем, инвесторов, путешественников и так далее, да. Поэтому они плюс-минус – это все одинаковое. Если мы возьмем, например, то есть круглогодичные города, это, естественно, будут подбориться, и это Будва. Потому что все, что на побережье, так или иначе, там, в сентябре уже поток такой, ну, в октябре. Хотя окупальный сезон практически всегда и до ноября, да, но тем не менее. То есть такого огромного количества туристов, конечно же, нет. Поэтому, если мы даже возьмем тот же самый ТИБА, да, который и международный аэропорт, там, и школа, и так далее, там точно так же очень видно, когда уже пропадает, скажем так, вот этот вот наплыв, да, и осенью, зимой, естественно, что гораздо меньше людей. Поэтому и все курортные города, они примерно все такая же история. Тут, кстати, давайте сразу зададим вопрос. Наталья, тоже сейчас уточнение ваше обязательно спросим. Вопрос, а вы, вот ваша компания продаете, вы непосредственно в Черногории продаете, или вы продаете дистанционно, поскольку, как я понял, вы сказали, вы сейчас в Дубае находитесь. У вас компания, главный офис в Дубае. Да, у нас компания в Дубае, но у нас есть представители в Черногории, у нас там нет физического офиса, но, тем не менее, если вы поедете туда смотреть недвижимость, вас встретят, проводят и все покажут. Окей. И вот все-таки вопрос, вот научная деятельность при университетах. То есть, ну, я не знаю, сталкивались ли вы во время своего проживания в Черногории именно с какими-то научными моментами. Я просто знаю, что большое количество компаний туда релацировало, да, но они, поскольку программисты, для них, в общем, знаете, не всегда важна именно какая-то лабораторная, да, история. Ну, да, да, да. Я просто, я могу уточнить этот вопрос, и если Наталья оставит свои контакты, то я обязательно ей отвечу, я не могу сказать про научные лаборатории. Вы сказали, кстати, что-то про возможность кредита, то есть кредит на покупку недвижимости возможен сейчас? Это на определенные проекты, это на проекты Дубы, про которые я говорила. То есть у них есть договоренность с банком-партнером, который им в этом сам помогает. А так, в основном, как я уже сказала, это беспроцентная рассрочка до окончания строительства, и даже если проект готовый, то все застройщики, они также дают какой-то период рассрочки. Хорошо, давайте тогда, ну, Наталья, я думаю, что тогда, если будет интерес, возможность, желание, просто свяжитесь со Светланой напрямую уже поговорить, может быть, какой-то конкретный частный вопрос задать. И я думаю, что, надеюсь, что вам помогут в этом вопросе. Про регионы все-таки вот вы упомянули, ну, давайте несколько слов об этом, да, что у нас есть Будва, Стефан Котор, названий же много, там, в Черногории тоже все на слуху. До Улцы, не прям, где на севере, там, на юге. Ну, да, естественно, про все регионы не расскажешь, потому что их очень-очень много, да, и мы не осветили, в принципе, здесь все, потому что это, ну, не хватит ни времени, ни презентации, ничего, потому что все курортные городочки Черногории, они достаточно маленькие, такие аутентичные, похожи друг на друга, да, как я уже говорила в начале, Будва – это такой самый популярный город, там огромная коллега, он круглогодичный, он прямо город такой, да, если там, допустим, все остальные городки, они такие немножко маленькие, такие совсем, да, то здесь прямо такой город, он находится на побережье, есть отели, есть очень много частной недвижимости и так далее, конечно же, огромное количество ресторанов, кафе, клубов, несколько пляжей и так далее, то здесь как бы никому скучно не будет, единственное, что если кому-то хочется тишины, то в сезон, конечно, вы ее не получите, вот, но, тем не менее, очень приятный такой красивый старый город, где можно погулять, в свете Стефана это такая визиная карточка Черногории, мне кажется, можно такую картинку увидеть, ну, в принципе, на всех таких, да, основных таких открыточках и картинках про Черногорию, вот, очень красивые такие песчаные пляжи, следующий у нас городок Котер, да, там нет курортной какой-то недвижимости, там строится недалеко по... Вообще, нужно сказать, что вот эта вот Бока-Котерская бухта, да, это, наверное, по красоте несравнимо, ну, я не знаю, ни с чем, потому что она входит в лица в ту красивейших букв планеты, и, мне кажется, или в 20-м, или в 21-м году британское издание The Times, вот, по итогам за годом, включило пятерку красивейших мест планеты. Это реально очень красивое место, но туда включено несколько городочков и таких аутентичных, так вот, Котер один из них, и очень красивый старый город с такой крепостной стеной, по которой можно прямо подняться туда на гору, погулять, и, как мы видим здесь на фотографии, сюда приходят вот эти огромные лайнеры, которые ходят там по европейским городам, и это очень такое красивое зрелище, и здесь, в принципе, видно, да, какова, какая природа, какие города. Герцог Нови, это как раз я рассказывала про один из проектов там, да, он находится на входе в Бока-Катурскую бухту, он называет, его называют ботаническим садом Черногории, кто-то называет его зелеными легкими Черногории, потому что там просто пышная растительность, там есть даже в конце Герцог Нови города бальнеологическая лечебница, то есть ты туда приезжали как в санаторий, вот эти вот на курорты подышать воздухом и так далее. Не шумный, нету тусовочных мест, тоже очень миленький такой, скажем так, старый город, да, где можно погулять, вот, и он идеально, конечно, подойдет для семьи с детьми, потому что там очень тихо, спокойно, никаких там, таких себе там шумных тусовок, но, опять, ты на ли там при желании можно сесть и доехать до куда-то еще. И Тиват, наверное, да, здесь просто мы затронули, наверное, в которых именно строятся такие проекты, да, Тиват, это когда-то был такой маленький портовый городок, да, но его история началась как раз со строительства, это огромная яхта-марина на 1200 судов порта Монтенегро, да, и дальше проекта, и сейчас это модные бутики, рестораны и так далее, и так далее. И как я уже говорила, то есть это сейчас центр притяжения практически со всей Черногории и такой самый дорогой адрес. Окей, ну и давайте тогда, Юрий, тоже на ваш вопрос, да, обязательно ответим про цены и про вторичный рынок. Несколько слов про ключевой момент, связанный, ну, как бы, какие бы цены ни были, деньги как-то надо платить, да, как происходит сейчас оплата в Черногории, и потом еще пару слов про ВНЖС, обязательно спрошу у вас. Что с оплатой? Вот есть проекты, есть там их цены, не в том дело, что дело вопрос, что за цена, вопрос, как чисто физически это сейчас происходит. Да, смотрите, официально, конечно же, из России не разрешено переводить деньги в Европу, да, на именно покупку недвижимости, но понятно, что все девелоперы это знают и как-то решают, да, какие-то девелоперы, они открывают счета в Сербии, например, да, и в Сербию россиянам можно переводить, как я уже сказала, там, кто-то принимает в рублях, в криптовалюте и так далее. То есть всегда можно найти какие-то варианты. С вторичкой, кстати, да, к вопросу. Здесь оплата также возможна, потому что очень много россиян владеет недвижимостью, да, и поэтому расчеты, они, как бы, возможно, уже там по договоренности, даже там, скажем так, в России и в рублях. Вот. Ну да, такие, кстати, вполне легальные схемы во многих странах мира сейчас. Абсолютно, нет, естественно, все это абсолютно легально, вот, но мне подтвердили информацию, что банк Адриатик принимает платежи из России, просто важно понимать, какие российские банки будут с этим работать. Вот. Открыть счет можно, получив ВНЖ. В принципе, там, даже по предварительному договору купли-продажи это можно сделать. И как раз-таки скажу про наш подарок, да, что всем зрителям сегодняшнего вебинара, кто у нас приобретет недвижимость, мы в подарок открываем счет в Черноборье. Можно ли узнать вот этот вопрос по поводу открытия счета и получения ВНЖ? Следующее. Недвижимость в собственности есть основания для получения ВНЖ в Черногории. Эта история по-прежнему работает? Конечно, да. Причем ВНЖ можно получить при покупке недвижимости от любой суммы. Следующий вопрос. Как быстро получается вот это вот на жительство? По вашему опыту, если вы делали сейчас последнее время это для кого-то из своих клиентов? В течение месяца, где-то 3-4 недели. После этого с этим ВНЖ, ну, может человек сам, но или вы готовы помочь, чтобы он там отправился в банк, ему там открыли счет. Да, да. Следующий тогда вопрос. Если я правильно помню, ВНЖ для того, чтобы его продлить, нужно находиться в Черногории практически постоянно. Да, да. То есть это, смотрите, здесь как раз-таки ВНЖ по покупке, да, в разных странах отличается от инвестиционных ВНЖ именно тем, да, что там нужно жить. И поэтому в Черногории вы можете продлить ВНЖ, ну, и, в общем-то, получать его нужно, если вы там планируете жить. Нужно находиться 11 месяцев в году. Ну, и если счет нужен, счет же тоже многие хотят получить. Это же тоже был удобный. Счет надо, конечно, да. Хорошо. А что происходит? Это тоже, можете ли вы это проконсультировать. Прошел год, я не жил там, то есть я жил там, но не 11 месяцев в году, а, скажем, там, полгода или там 7 месяцев, 8. Что после этого? Меня не продлевают? Или я могу пойти по новой его попробовать оформить? Как вот это происходит? Ну, я думаю, наверное, это нужно будет всю процедуру делать заново, естественно, показать, что у вас там есть недвижимость и получить его по новой. А вот вы сказали, что вы, каков примерно, ну, примерный расход? Сколько нужно денег для того, чтобы получить ВНЖ в Черногории? То есть вот все вот эти бюрократические... Очень немного. Там нужно просто оплатить вот эти государственные пошлины и все. Ну, то есть это сотни тысяч и десятки тысяч евро? Нет, ну, что это? Мне кажется, это даже до тысячи. Окей. Нет, совсем немножко. В общем, человек, вот просто тогда для понимания, вот вы готовы там человеку помочь с банковским счетом и так далее. Как это технически происходит? Вот он оплатил. Оплатил как? Ну, вы сказали, какие-то, где-то есть криптоплатежи, да, и где-то, в конце концов, никто не запрещает платить за зарубежную недвижимость, даже в недружественных странах, из банков нероссийских, если у тебя есть счет в нероссийском банке. Через Сербию. Да, то это все упрощает, естественно. Дальше как? Вот хорошо, оплатил, получил право собственности, что дальше? То есть вы куда-то идете с покупателем и помогаете, там, решаете вопрос с ВНЖ и со счетом, как, чисто физически, как это происходит? Ну, смотрите, счет мы можем открыть гораздо раньше, а что касается ВНЖ, то да, мы ему поможем, мы собираем документы, мы берем договор купли-продажи, мы берем документы собственности и идем, помогаем ему, потому что являться туда нужно, естественно, то же самое. Мы подготавливаем пакет документов, идем, показываем туда, что нужно сделать. По вашему опыту, все-таки оплаты сейчас, это не самый простой момент в любом случае, да, они возможны, но тем не менее, предположим, там, недвижимость стоит условно 200 тысяч евро, с учетом вот того опыта, который есть у вас. Если это криптовалюты, если это возможность оплаты, там, из какого-то другого банка через какую-то другую страну, насколько это, вот, вся вот эта схема, она увеличивает реально стоимость? Это плюс один, плюс два, плюс пять, плюс семь процентов. Можно ли примерно понимать? Ну, смотрите, по криптовалюте там, по-моему, все это один в один делается. Что касается, например, если банк у застройщика, например, в Сербии, это никак не дорожает. Если, допустим, у клиента открыл банк в Казахстане, там, в Белоруссии или еще где-то, это только ему стоит перевод с российского счета на тот счет и с того, там, скажем, с казахского счета, например, на счет в Черногории. То есть это, скажем, ну, просто это за транзакции, это просто проценты каждого банка. Да, окей. Я правильно понимаю, что если у тебя, скажем, счет рублевый или евро, не рублевый, евровый или долларовый в Казахстане, на основании договора купли-продажи, у вас есть практика, что черногорские банки такие платежи принимают? Ну, как я сказала, банк Адриатик, он даже принимает платежи из российских банков. Но здесь вопрос, я говорю, скорее всего, к российским банкам, насколько они... Да, 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 это же структура. Да, потому что сейчас, я знаю, есть сложности. Нет, ну, вопрос еще, я, вот знаете, эта история для меня тоже не очень понятна. Я вот не про Черногорию, а про другие страны. Некоторые мне показывают транзакции, да, вот она прошла. При этом я говорю, ребята, как вы можете платить за недвижимость? Это же за недвижимость в недружественной стране. Как, на основании чего? Вот, к сожалению, на этот вопрос у меня такого четкого ответа не получаю. Ну, предполагаю, что это не совсем просто публичная информация. Ну, в любом случае. Это так и есть, да, потому что официально это, естественно, не разрешено. Но, опять-таки, имея счет где-то за рубежом, вы можете со своего российского... Да, абсолютно законно это как раз вопрос 100%. Да, и когда с этого счета вы уже можете оплатить за недвижимость. То есть оплата недвижимости, вот это все говорят, оплата недвижимости даже в недружественной стране, со счета гражданин, там, если мы говорим о гражданах России, они могут это делать со счетов за пределами. Да, 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 с других странами, да. Окей, ну и вот вопрос, ну, вы озвучивали цены, у вас там, вот в тех проектах, про которые мы говорили, вы сказали, что у вас проектов больше гораздо, но вот в тех проектах, которые озвучили вами, там, ну, 300, 300 плюс, да. Пару вопросов, а что с рынком вторичной недвижимости, особенно работаете ли вы с ним? Что происходит с проектами, которые были проданы, там, 5, 6, 7 лет назад с ценами? За сколько это сейчас можно продать? И как вообще оцениваете перспективы вторичного рынка как такового? Смотрите, мы, естественно, работаем и со вторичным рынком, и с первичным, со всеми, но просто здесь нужно понимать, как, скажем так, потому что строятся проекты каждый раз уникальнее, да, все уникальнее, какая-то инфраструктура за счет, там, не знаю, расположения, за счет каких-то, там, может быть, других, да, преимуществ. И поэтому здесь нужно понимать самый главный момент, как потом выходить из этого проекта, да, и как потом продавать, потому что, например, может быть, вы, там, хотите купить недвижимость и ее не продавать, но просто бывают такие ситуации, да, когда, ну, вот нужно продать, да, и здания, которые такие типичные, скажем, однотипные здания, да, они, естественно, если вот, как вы сказали про здания, которые 6-7 лет, они уже, скажем так, устаревают. И потом, там, еще через, там, каких-нибудь, там, лет 5, да, это будет, там, уже совсем сложно продать, потому что строятся, строятся, строятся новые проекты. Есть даже достаточно недорогие новые, да, проекты, которые, там, ну, в пределах, может быть, там, 300-1000 евро даже можно, да, купить. Поэтому здесь мы... Ну, вы даже говорили про 200, ну, собственно, есть, понятно, есть, в конце концов, мы сейчас говорим. Да, 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 конечно. Поэтому здесь нужно обязательно смотреть, потому, ну, по большому счету, вы можете, там, не за 100 с чем-то купить, но нужно тоже обращать внимание, кому вы будете продавать, кому вы будете сдавать, да, то есть это тоже важные моменты. Поэтому, если вы, вы можете связаться со мной, мы с вами обсудим, и, по крайней мере, мы что-то найдем, что-то очень хорошее, да, то есть я уже, там, как, видела это все, там, эти все, там, проекты, здания изнутри, и подскажу, и мы что-то подберем вам. Ну, смотрите, я вот честно скажу, вот опять же, Юрий, ваш вопрос очень понятен. Вот официальные статистики по вторичной недвижимости, к сожалению, в Черногории, ну, я не знаю, кто бы ее публиковал, об этом можно говорить скорее об эмоциях, скорее об ощущениях. Вот цифры, к сожалению, по новостройкам, да, видел, и эти цифры, ну, вот, меня с профессиональной точки зрения изумляют, что действительно была цифра. Вот сейчас перепроверил, мне прислали 28% за прошлый год. Ну, что это? При том, что все-таки это не история, там, не знаю, там, начала 22-го года, или, там, осени 22-го года, когда в некоторых локациях, куда много из устремились одновременно по известным причинам граждан за границей, вдруг был какой-то резкий всплеск. Здесь все-таки, ну, такого уж не было. Да, был рост интереса, но 27% он никак не объясняет, а статистика говорит, что цифра именно такая. Тем не менее, варианты есть, что мне приятно было, то, что у Светланы сказали, что, ну, там, широкие возможности оплаты, плюс реально приятно, что и счета можно открыть, пусть, там, не по щелчку пальцев, а пусть, а некоторые моменты. Ну, что ж. Помогаем клиенту сделать с минимальными физическими затратами. Окей. Ну, и давайте тогда, собственно, я еще раз попрошу показать контакты с Светланой Томпсом. Светлан, и еще хочу маленькое объявление сделать. Мы будем сейчас делать, комбайн «Солант Активно» заявляет о себе. Как я уже сказал, мы очень много общались и на вебинарах со Светланой, но в тот момент она была сотрудником другой компании. И сейчас мы будем делать несколько вебинаров по ключевым направлениям, с которыми работает компания «Солант», с экспертами. Я попрошу, может быть, скинуть ссылочку, если она сейчас есть, на наш следующий вебинар, который через неделю... Вот, по этой ссылочке можете зарегистрироваться на следующий наш вебинар. У нас будет вебинар по странам Ближнего Востока. Будем сравнивать и делать конкретные предложения. И, безусловно, вопрос от Натальи. Можно ли оформить собственность на несовершеннолетнего, если ему 15 лет? Уточню этот момент, и Наталья тогда в личное отвечу. Окей, хорошо. Ну, Наталья, контакты с Светланой есть. Таким вопросом, видимо, до сих пор не задавались. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое. Надеюсь, час прообщались, в общем-то, с пользой. Светлана, спасибо вам. Спасибо большое. Про ВНЖ сказали, про особенности оплаты сказали, конкретные проекты представили. Друзья, спасибо вам большое. Через неделю встречаемся также на вебинарах ПриАН. Не забывайте регистрироваться. Светлана Томпсон, компания... Солант. Спасибо вам огромное. Я просто... Названия, они... Не все всегда быстро появляются в голове. Спасибо вам огромное. Всем мира, всем безопасности. Берегите себя. Светлана, до скорых встреч. Спасибо большое. Всем до свидания. Счастливо. Спасибо.